Друзья, всем привет! На связи Александр Янюк, с вами команда ТВТ Эксперт. Я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка. Сегодня пятница и мы подводим итоги торговой недели. Начинаем мы с американского доллара, который продолжил свое снижение. Ранее мы с вами говорили о том, что фонды покидают свои лонговые позиции, а именно фонды являются тем драйвером, той движущей силой, которая подпитывает тенденции. На текущий момент они закрывают свои лонги, постепенно сворачивают свою торговую идею лонговую и американский доллар по чуть-чуть падает. И учитывая то, что последние статистические данные вышли, соточеты вышли такие, что фонды продолжили сокращать свою позицию, не наращивают лонг на текущем падении. С большей вероятностью текущее падение, текущая коррекция с нами еще некоторое время будет. И не факт, что она не перерастет в нисходящую тенденцию. Мы должны пользоваться этой историей, мы должны пользоваться этой ситуацией, слабостью американского доллара, используя торговые идеи на других валютах. Так, в понедельник мы по евро говорили о том, что с большей вероятностью восходящая история продолжится, есть смысл спекулировать в лонг. А если среднесрочно рассматривать лонговые идеи, то есть смысл делать это как раз от области лимитной поддержки, которую мы наблюдали. Здесь также важным фактором является то, что на растущем рынке растет и открытый интерес, то есть у участников рынка есть заинтересованность в росте европейской валюты. В ближайшее время Европейский Центральный Банк будет принимать решения по поводу монетарной политики. Инвесторы закладывают высокую вероятность поднятия процентных ставок на 75 базисных пунктов, а ФРС поднимет с большей вероятностью только на 50 базисных пунктов. Таким образом дифференциал ставок сузится и для евро это будет дополнительный позитив. Сейчас инвесторы отыгрывают именно эту торговую идею и с большей вероятностью именно эта торговая идея будет двигать цену евро вплоть до уровня 1.10 до момента, когда начала расходиться монетарная политика. ФРС уже начали поднимать процентную ставку, а ЕЦБ еще и не начинали в тот момент. Таким образом, если ЕЦБ продолжит ужесточение монетарной политики, ФРС возьмет паузу, евро, это будет поддержка для евро, и мы увидим дальнейший рост котировок европейской валюты. Поэтому пока что здесь лонговая история сохраняется. Швейцарский франк последовал за европейской валютой, но не так явно обновил локальный максимум, достиг уровня сопротивления в виде уровня объема за июнь 2022 года. После этого благополучно откатился. Это как раз хорошая спекулятивная торговая идея, спекулятивный подход, работа от уровней сопротивления. Здесь важным также является то, что у нас открытый интерес снижается на растущем рынке, цена подрастает, открытый интерес падает. То есть у участников рынка нет заинтересованности в том, чтобы двигать цену дальше вверх. И я считаю, что швейцарец и дальше будет двигаться вместе с европейской валютой. То есть евро будет как поводырь, швейцарец будет просто догонять, но динамику будет показывать чуть хуже динамику, чуть слабее движение. И этим можно воспользоваться, торгуя спред евро против швейцарского франка, в котором евро будет лонг, а швейцарец шорт. Вот, австралийский доллар также продолжил восходящую историю. Все сырьевые валюты, они на этой неделе сделали движение вверх. Да, и даже канадский доллар практически неделю закрывает в ноль. Да, ну посмотрим, что будет к концу этой недели. Еще время есть. Вот, по австралийцу, новозеландцу у нас мы видим, что открытый интерес на растущей цене, он по чуть-чуть снижается. Да, то есть при обновлении локального максимума у нас снизился открытый интерес и по новозеландцу, и по австралийцу. Вот, это признак того, что тенденция выдыхается. И с большей вероятностью она не будет очень длительной. Так как ожидания по поводу ужесточения монетарных политик быстрее, чем это делает ФРС, они уже в цене, они уже отыграны. Поэтому здесь в ближайшее время будет смысл рассматривать шорт-приоритет. Шорт-приоритет мы получили по канадскому доллару, к примеру, да, чуть раньше, вблизи уровня объема, вблизи предыдущей лимитной области. И этот шорт-приоритет пока себя хорошо отрабатывает. С большей вероятностью цену продолжит дальше гнать, и она как раз ускорится в момент, когда и австралиец, и новозеландец потащат вниз. Тогда и канадский доллар, как коррелирующая валюта, тоже упадет. Учитывая то, что он более слабый, то, что открытый интерес сильнее падает, да, и то, что он сделал движение более слабое. Я считаю, что канадский доллар будет двигаться вниз более активно, нежели два других актива, австралийцы и новозеландец. Британец смог обновить свой максимум, локальный максимум вместе с европейской валютой. По британцу идея была достаточно простая. При обновлении локального максимума до достижения уровня объема есть смысл рассматривать шорт-приоритет, учитывая то, что, опять же, открытый интерес снижается, то есть у участников рынка нету уже заинтересованности двигать цену дальше. Закрываются лонги, фиксируются, фиксируются шорт-позиции, и дальше уже будут ждать решения по поводу процентной ставки и выступления, точнее, пресс-конференции представителей центрального банка. Поэтому по британскому фунту сейчас мы как раз и наблюдаем образование хорошей точки входа, это закрытие под фиксация цены под основным вот этим наторгованным объемом, и как раз будет хорошей точкой входа. Здесь с отката без проблем можно как раз и заходить, четкий уровень. Мы видели, что здесь была лимитная поддержка. Видим, что много продавали по рынку, но цена не упала, то есть кто-то лимитно поддерживал. Но на новостях по рынку труда США, которые вышли, сильно лучше ожиданий, как раз таки и пробили это накопление объема. Поэтому дальше шорт-приоритет с большей вероятностью будет отрабатываться. Японская иена вместе с облигациями плавненько двигается вверх, стоимость облигаций подрастает, и это тащит за собой и японскую иену в том числе. Поэтому здесь лонг-приоритет сохраняется, пока Банк Японии готов поддерживать курс национальной валюты. И отскок здесь произошел уже существенный, но это еще, как по мне, только начало восходящей истории. Открытый интерес снижается, цена двигается вверх, поэтому с большей вероятностью мы будем видеть небольшие откаты, и эти откаты можно будет использовать для наращивания лонговой среднесрочной позиции. Также хочу отметить, что этот день может закрыться в виде пин-бара с большим объемом как раз вверху. Такой хвостик, если на более мелком таймфрейме посмотреть, здесь более красивая картина. И попытка контратаки. Контратака здесь достаточно хорошая, мы видим, что цену двигали вверх на рыночных покупках, и вот сейчас на рыночных продажах как раз затащили вниз. То есть действия продавцов привели к успеху, цена снизилась. Это как раз и есть красивой контратакой. До этого у нас еще и развивалась красивая дивергенция на протяжении вчерашнего дня. Поэтому здесь дальнейшая нисходящая коррекционная структура нам будет еще развиваться. Те, кто хотят спекулятивно поучаствовать в этой идее, как раз вот неплохой вариант поработать на пробой уровня объема, на достижение предыдущего баланса. Потенциал движения еще сохраняется, особенно если с отката. Но пятница, как бы понедельник может все поменяться. Поэтому здесь до конца дня есть смысл закрывать позиции. Биткоин сильно провалился на фьючерсном рынке Чикаго. На самом деле на спот рынке такого крупного падения не произошло. В момент выхода новостей по рынку труда США. И биткоин в целом находится выше основной области вот этой на торговке. По биткоину и по эфириуму у меня достаточно простая идея, что много нам продавали. Сейчас происходит капитуляция тех объемов, которые заходили ранее в покупки. То есть те, кто накапливали свои позиции вот в этом диапазоне, вблизи, ну после июньского падения на локальных минимумах, они по чуть-чуть будут разгружаться, ребалансировать свои портфели, так как сейчас больше аппетита как раз к риску, как раз в акциях. И таким образом движение вверх будет смысл использовать для наращивания шортовой позиции. Но, как я говорил в понедельник, есть смысл как раз поработать спекулятивно в лонг, так как много продавали. Это не привело к тому, что цена опустилась. Плюс по сототчетам мы видели, наблюдали, что как раз много покупают фонды, фонды много покупают фьючерса на эфириум. Таким образом это может сформировать хороший отскок по этой цене. И здесь как раз пробой вот этих накоплений, здесь консолидации в виде лимитной поддержки стоит использовать для того, чтобы открывать спекулятивные лонговые позиции. Золото продолжило свое шествие вверх, но пока я не спешу присоединяться. Моя цель это присоединиться ближе к середине декабря. И как раз вот хотелось бы увидеть цены чуть пониже. Потому что в среднесрочной перспективе рассматриваю вариант удержания лонговой позиции до середины января, возможно до февраля. Статистически это хороший промежуток времени для золота. Но как мы видим в этом году отрабатывает он эту статистику. Золото отрабатывает чуть раньше. Нефть смогла пробиться чуть выше. И мы видели здесь реальную поддержку лимитных покупателей. Много продавали по рынку, но цену удалось зафиксировать повыше. То есть она не упала. И это стало хорошей поддержкой, хорошим стартом для дальнейшего движения вверх. И вот здесь как раз и произошла контратака продавцов. То есть с обновления локального максимума они включились в работу и начали продавать. Но вышли данные PMI, которые сигнализируют нам о том, что во всем мире деловая активность замедляется. И в Китае, и в Британии, и в США все данные вышли ниже отметки 50. Это как раз свидетельствует о том, что деловая активность снижается. Возможно, инвесторы закладывают вероятность того, что в ближайшее время центральные банки пойдут на стимулирование. И таким образом будут оживлять как-то экономику. Возможно, вот этот праздничный сезон, когда активность все-таки людей увеличивается, это поддержит немного экономику. Потому что и медь в том числе немного отскочила вверх. Это и стало поддержкой для нефти. Потому что медь это у нас основной промышленный металл. Если медь растет, с большей вероятностью как раз и деловая активность тоже поднимается. Вот этому поспособствовало и то, что Китай начал отходить от мер ужесточения карантинных ограничений. И то, что там вроде как договорились с заводами и фабриками, которые как раз закрывают людей, чтобы они работали внутри, не выпускают. Поэтому с большей вероятностью мы увидим дальнейшее снижение по этим котировкам и медь, и нефть. Если следующие данные будут выходить тоже хуже. То есть если экономика будет замедляться. Она с большей вероятностью будет замедляться, потому что ужесточают монетарную политику. И таким образом деловая активность всегда снижается. Поэтому ждем решения ФРС. Я буду использовать текущий рост нефти как раз для того, чтобы нарастить шартовую позицию. Хеджировать себя буду мазутом. Давайте посмотрим как раз спред между нефть и мазут. И мы видим, что мазут отстает от котировок нефти. С большей вероятностью это как раз таки спекулятивная составляющая в рынке нефти. То есть реализация рыночного спроса произошла за счет ликвидации шартовых позиций после обновления вот этого локального максимума. Здесь как раз начали активненько выносить. И когда продавцы уже включились в работу, вот это и есть сигнал на то, что можно начинать работать по этому спреду. Дальше у нас фондовый рынок. По фондовому рынку здесь я поймал хорошенький стопик. Буду перезаходить чуть повыше. Все-таки есть смысл дождаться как раз сопротивления в виде уровня и объема. Здесь и максимум за предыдущий фьючерсный контракт. Здесь будет более интересная спекулятивная, даже не спекулятивная, среднесрочная идея на то, что текущий откат, он только откат. Это только коррекция и жесть дальше будет продолжаться. То есть цену особо выше пускать не будут. Кроме той ситуации, что ФРС развернется. То есть они решат перестать уже встречать монетарную политику. Но как они это сделают? Рынок труда достаточно силен. ВВП в США вышло лучше ожиданий. Деловая активность снижается. Окей, рынок недвижимости загибается. Ну не такими быстрыми темпами. Инфляцию еще не побороли. Вот это главная проблема. И соответственно они и дальше будут давить вот эту педальку ужесточения монетарной политики. Поднимать процентные ставки для того, чтобы победить инфляцию в ближайшее время. И большинство центральных банков как раз прогнозирует, что первая половина 2023 года она будет самая жесткая. Я уверен, что рынки будут закладывать эту вероятность и будут пытаться отрабатывать эту историю, пытаться продавать в массы. И соответственно это создаст небольшое давление на цену и на котировку индексов. Плюс мы с вами видели реализацию рыночного спроса, да, прям в максимум. Вот кто-то покупал прям в максимум. То есть с большей вероятностью это ликвидация шортовых позиций, потому что кто будет так много покупать близко к закрытию рынка и прям в максимум. Вот, поэтому после реализации рыночного спроса цену немножечко поддержали. Здесь особо никакого дисбаланса не происходило. И дальше, как мы видим на новостях, на хороших новостях по рынку США, по рынку труда, по данным с экономики, цену опустили. Потому что рынок понимает, что с большей вероятностью ФРС будет поднимать процентную ставку. Для того, чтобы собрать всю стоповую ликвидность, здесь, конечно, необходимо достигнуть уровня максимума за текущий фьючерсный контракт, уровней объема, да, к этому сопротивлению. Поймать стопики выше этих уровней и дальше уже по чуть-чуть уходить вниз, да, к вот этому балансу. Вот этому балансу. Поэтому жду. Просто нужно дождаться хорошей точки входа. Спреды. Фунт против канадца и фунт против австралийца по чуть-чуть продолжают расходиться. Против канадца выглядит ситуация чуть более красивая, потому что британец обновил свой максимум, канадец не обновил. Таким образом, у нас расхождение продолжается. И это третья категория точек спреда. Есть смысл заходить, потому что она имеет выше всего вероятность достаточно быстрой отработки. Здесь все окей. Британец против австралийца в первую половину недели все круто сходилось. Достаточно яркое движение развивалось, импульсное. Но дальше по чуть-чуть цену придержали, да, британец пошел обновлять локальный максимум достаточно активно. И, соответственно, цену подняли чуть повыше. Но в любом случае есть смысл продолжать эту торговую идею, пока крупного какого-то расхождения не произошло. Серебро против золота тоже достаточно интересно мне будет поработать на сближение по этим активам. Я понимаю, что новый месяц начался, но здесь как раз под конец месяца мы увидели вот это расхождение, когда серебро обновило свой локальный максимум, а золото в это время не обновило свой максимум за текущий фьючерсный контракт. И таким образом у нас появилась точка спреда. Здесь есть смысл дождаться контратаки по серебру и тогда уже заходить в шорт. Также есть смысл дождаться момента, когда у нас появляется дивергенция кумулятивных дельт, когда у нас появляется HFT в районе максимумов, когда ловят чьи-то стопики и тогда уже открывать шортовые позиции. Я считаю, что этот спред достаточно быстро сойдется в ближайшее время. Так, австралиец против новозеландца пока не сошлись, но здесь появилась шикарная точка спреда, когда новозеландец обновил свой максимум, а австралийский доллар не обновил, поэтому это была хорошая возможность добрать позицию. Биткоин против остального рынка, против фондовых индексов чувствует себя пока достаточно слабо, но в целом уже можно и поменять стартовую дату, потому что здесь основное расхождение произошло как раз вот с вот этого момента, то есть 10-11. 10-11, вот этот день. Вот с этого дня уже можно в принципе наблюдать корреляцию. В этот день произошло событие, которое повлияло только на криптовалютный рынок, то есть это то, что FTX стала неплатежеспособной, раскрылась эта вся схема, Alameda возможно будет банкротом, и таким образом это повлияло только на криптовалютный рынок, соответственно это к вниманию особо брать не стоит при анализе корреляции, потому что форс-мажоры случаются, это нормально. Вот, так-то видим, что плюс-минус одинаковую динамику показывает рынок криптовалют, но чуть-чуть как-то динамика более яркая, да, бета в этом инструменте значительно выше. На этом все, если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях под этим видео, я надеюсь вы помните, что у вас есть возможность писать и общаться в телеграм-канале, поэтому подписывайтесь, там мы делимся актуальной информацией, обсуждаем рынок. Всем спасибо за внимание и до встречи в понедельник, будем готовить новые торговые идеи. На связи.